Темой нашей сегодняшней лекции будут биржи и клиринговые палаты. Но в основном мы будем говорить о биржах акций. Итак, это места, где торгуются акции различных корпораций. Я даже думаю, будет не лишним уделить этим организациям всю лекцию, поскольку биржа является одним из главных элементов нашей экономики. Мы затронем в основном финансовые биржи, поскольку они имеют самое непосредственное отношение к теме нашего курса. Однако я постараюсь поговорить и о биржах в целом. Начнем с того, что разделим понятия «брокер» и «дилер». Какая между ними разница? Это очень важный момент. Кстати, я только сейчас заметил, что записал эти определения почти как слоган. «Брокер» — это агент, действующий в интересах других людей за комиссионное вознаграждение. А дилер, в свою очередь, это человек, который торгует в своих интересах и за свой счет. А прибыль ему приносит наценка на активы. Давайте я приведу несколько примеров, чтобы вам стало понятнее. Когда вы покупаете или продаете дом, вы имеете дело с брокером по недвижимости или дилером? Думаю, ответ очевиден. Вы, наверное, настолько часто слышали термин «брокер по недвижимости» или «агент по недвижимости». При сделках с такой собственностью вы подписываете контракт, по которому брокеру полагается определенное вознаграждение, в районе 6% от стоимости дома. То есть, когда находится покупатель на дом, брокер же не выкупит дом для перепродажи на свои деньги, верно? Таким образом, брокер — это лишь агент, который зарабатывает комиссионное вознаграждение. В нашем случае 6% за поиск контрагента и успешное завершение сделки. С дилером все еще проще. Вы наверняка знаете, чем занимаются антикварные дилеры. Скажем, вы покупаете шкаф для своей квартиры. Вы решаете пойти в антикварный магазин, который принадлежит дилеру. Вся мебель в магазине находится в его собственности, поскольку он ее когда-то купил сам. И продавать он, естественно, будет по более высокой цене. Такая наценка и будет составлять его прибыль. Теперь перейдем к биржам акций. Как думаете, на рынках акций действуют только дилеры или только брокеры? На самом деле там работают и те, и другие. Если вам еще не совсем ясно, почему так, мы еще обязательно об этом поговорим. Нью-Йоркская фондовая биржа. Это брокерский рынок или, как еще можно сказать, аукционный рынок, где брокеры содействуют заключению сделок. Биржа NASDAQ наоборот является дилерским рынком. На Нью-Йоркской бирже вы платите комиссии брокерам, а на технологической бирже NASDAQ наценку дилерам. Кофейный дом Джонатана Это забавная история, и мне она очень нравится. В Лондоне многим нравилось собираться вместе и общаться в кофейных домах. Это времяпрепровождение стало особенно популярным в конце 17 века. И в какой-то момент некто решил записывать цены акций на стене одного из таких заведений. Кофейного дома Джонатана. В каком же году? В 1698. Так вот, лондонская фондовая биржа выросла именно из этого кофейного дома. Дальше появилось огромное количество бирж в разных странах. Но я, пожалуй, отмечу Нью-Йоркскую фондовую биржу. Как вы помните, торговцы акциями в США встречались и заключали сделки на улице. Я уже рассказывал, что в 1792 году под платановым деревом они заключили соглашение, которое впоследствии стало известно как соглашение платанового дерева. Насколько я знаю, такие деревья до сих пор можно увидеть на каждом углу. Следующей вехой в истории бирж стала Индия, где в середине 19 века в Мумбаи, который тогда назывался Бамбеем, группа трейдеров стала собираться под еще одним знаменитым деревом — баньяном. Интересно, что и эта биржа родилась на улице. Баньян, кстати, производит куда большее впечатление, чем платановое дерево из Нью-Йорка. Так вот, спустя некоторое время, в 1875 году, была основана Бамбийская фондовая биржа, или просто БСЕ. Она уже давно отпраздновала свое столетие и существует до сих пор. Это очень старые и почитаемые биржи. Но новые площадки открывались и в 20 веке. Одним из сильнейших потрясений для биржевого мира стало появление электронной торговли. И старомодным биржам пришлось потесниться. Вы знаете, как организованы торги на Нью-Йоркской бирже? Что происходило тогда и происходит до сих пор? У них есть зал, называемый торговой площадкой, где встречаются разные брокеры, как и во времена кофейного дома Джонатана. Они приходят в здание биржи и собираются вокруг специальных зон, отведенных для отдельных акций. Так что, если вы знаете, что сегодня ваш клиент хочет купить акции IBM, вы присоединяетесь к группе брокеров, торгующих этими бумагами. Присоединяетесь в прямом смысле слова. Вы выкрикиваете вашу цену, показываете жестами, что хотите купить акции, договариваетесь с другим брокером и заключаете сделку. К слову, на Нью-Йоркской бирже есть и автоматизированные системы. Но не от всех традиций можно легко отказаться. Сейчас весь мир переходит на электронные формы торговли. Например, в Индии была учреждена еще одна биржа. Национальная фондовая биржа. Случилось это в 1992 году. И в отличие от своего бомбейского аналога, эта площадка была полностью автоматизирована, и сегодня она стремительными темпами догоняет БСЕ. Давайте пойдем еще дальше. В Китае вплоть до 1990 года не существовала фондовой биржи из-за коммунистического правительства. Однако затем в один год были учреждены сразу две биржи. Шанхайская и Шэньчжэнская. Сейчас Шанхайская биржа принадлежит китайскому правительству. Поэтому Лаура Чо, которая, как вы помните, провела у нас лекцию через телемост, рассказывала, что работает в Китайской комиссии по ценным бумагам. Так вот, этой организации и принадлежит Шанхайская фондовая биржа. Ах да, Латинская Америка. В Сан-Пауло биржа была основана в 1890 году. В Мексике располагается только одна биржа, учрежденная также в XIX веке. В 1894 году. Как видите, биржи можно разделить на два основных типа. Старые, которые существуют уже более века, и новые, использующие системы электронной торговли. Надо сказать, что эта индустрия сильно изменилась с появлением автоматизированных бирж. Нью-Йоркская фондовая биржа, которая была основана на улице, до сих пор использует традиционную систему торгов и очень медленно обновляет свою инфраструктуру. Однако не так давно у нас появилась биржа NASDAQ, которую я уже упоминал. Изначально ее название расшифровывалось как «Автоматизированная система котировок Национальной ассоциации фондовых дилеров». И учреждена она была в 70-х годах прошлого века. Вообще есть интересная история, связанная с созданием этой торговой площадки. В 70-х Нью-Йоркская биржа была невероятно престижной. Попасть на ее торговые экраны стремилась каждая компания. Одним из самых важных элементов биржи являются правила листинга. Чтобы выпустить свои акции на открытые торги, нужно соответствовать определенным требованиям площадки. Так вот, Нью-Йоркская биржа досконально проверяла каждую корпорацию, которая хотела разместить у них свои ценные бумаги. Следуя своему кредо, самой престижной бирже, они задавали очень высокие стандарты. Так что все претенденты должны были предоставить им историю по своим доходам. А также привести свой менеджмент и совет директоров в соответствии с определенной структурой. И поэтому в 70-х начинающие компании никогда и ни при каких обстоятельствах не смогли бы разместить свои акции в Нью-Йорке. Вместо этого им приходилось довольствоваться торговлей через брокеров на внебиржевом рынке, называемом овер-де-каунтер или просто OTC. Такие внебиржевые брокеры связывались друг с другом неформально посредством телефона или вообще встречались на улице, в переходах и прямо на тротуарах еще до того, как у них появилась телефонная связь. Они вели записи, которые назывались розовыми листами, поскольку традиционно их печатали на розовой бумаге. В них содержались актуальные дилерские котировки на покупку и продажу внебиржевых акций. Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам тогда представляла собой организацию для таких внебиржевых трейдеров. И в начале 70-х они создали первую компьютеризированную систему для таких торгов. Вероятно, решив, что раз все друг другу звонят по телефону, то нужно организовать реально работающую автоматизированную сеть, через которую они бы могли получать информацию. Систему назвали NASDAQ, и она стала первым образцом компьютерных систем, которые сегодня стремительно завоевывают биржи по всему миру. Я не хочу сказать, что Нью-Йоркская фондовая биржа совершенно проигнорировала этот тренд. Электроника начала играть определенную роль в биржевых торгах еще очень давно. Так в Нью-Йорке использовали телеграфы в 19 веке, чтобы передавать информацию о ценах. И там же был изобретен тикерный аппарат, электронный принтер, который печатал цены акций на узкой ленте. Кстати, первым изобретением Томаса Эдисона было именно это устройство. Если я правильно помню, он придумал тикер в 70-х годах 19 века. Но все, на что было способно это устройство, показывать данные о недавних торгах. Оно никак не помогало трейдерам и показывало только то, что уже произошло на рынке. Я бы хотел показать вам, что создали в NASDAQ в 70-х. Это книга заявок, которая показывалась всем, кто с ее помощью торговал. Но перед тем, как мы пойдем дальше, давайте поговорим о видах торговых приказов, также называемых ордерами. Если вы хотите купить или продать акции, то вам первым делом нужно позвонить брокеру и сказать, что вы хотите сделать. Самый простой вид приказа — приказ «Купить по лучшей цене» или «Рыночный приказ». Для него также нужно указать количество акций. Поэтому ваш звонок пройдет так. «Хочу купить 100 акций General Motors» или «Хочу продать 100 акций». Причем вы не называете цену. Вы узнаете ее только после исполнения заказа. Брокер будет обязан найти вам лучшую цену по такой сделке. Скажем, вам в итоге цена не понравится, она может оказаться слишком высокой, но брокер тогда вам ответит. Если вы недовольны этой ценой, надо было меня сразу предупредить, что я не могу платить за акции больше определенной цены. Так что для таких случаев нужно использовать лимитный приказ. С ним вы сообщаете брокеру как количество, так и желаемую цену. То есть, если это приказ на покупку, вы скажете, что хотите купить энное количество акций, но заплатить готовы не больше конкретной суммы. Брокер зафиксирует эту информацию и будет искать подходящего контрагента. Такой приказ может быть аннулирован к концу дня, или брокер может держать его в своем листе заявок, сколько потребуется. Здесь все зависит от ваших договоренностей. Приказ будет выполнен только если брокер найдет акции по цене, которая удовлетворяет вашему условию. В противном случае брокер приказ не исполнит. То же самое будет происходить и с приказом на продажу. Вы укажете количество и цену, а брокер постарается подобрать нужное предложение. Кстати, ему не всегда удастся закрыть приказ полностью. Иногда получится так, что брокер найдет только небольшое количество акций по подходящей вам цене. Также существует так называемый стоп-приказ. В этом случае вы все так же уточняете цену и количество. Но тут есть определенные отличия от лимитного поручения. Например, если мы говорим о лимитном приказе на продажу, брокер продаст ваши акции по оговоренной цене или выше. Но в случае стоп-приказа брокер реализует акции по вашей цене или ниже. Чувствуете разницу? Стоп-приказ также называется стоп-лосс-ордером или приказом по защите от убытков. Вы можете сказать брокеру, что беспокоитесь о возможном обвале своих акций. Вы держите эти акции на руках, но если цена начнет резко падать, то брокер должен будет их немедленно продать. Например, цена на мои акции сегодня составляет 100, а я могу отдать стоп-лосс-приказ на цену 80? Тогда я буду точно знать, что не потеряю более 20% от своих инвестиций. Потому что в случае падения цены ниже 80, брокер исполнит этот приказ. Кроме того, есть так называемый стоп-ордер на покупку, и его разумно отдавать брокеру, если у вас открыта короткая позиция. То есть, если вы заняли какие-то акции, теперь беспокоитесь, что цена на них подрастет, и вы разоритесь, вы можете приказать брокеру купить акции, как только цена на них превысит определенный порог. На самом деле, на бирже используется еще несколько типов приказов, но я сейчас описал самые основные. Я бы хотел подробнее поговорить про лимитный приказ. Многие финансовые консультанты скажут вам, что рыночный приказ никогда отдавать нельзя. Действительно. Когда вообще у вас может возникнуть такая необходимость? Ведь всегда найдется такая цена, которой вы не будете рады, и о ней точно стоит сказать брокеру. Поэтому некоторые биржи запретили своим брокерам принимать рыночные приказы. Так вот, что касается лимитных приказов, я хотел показать вам, что видит клиент NASDAQ второго уровня. Сегодня акции NASDAQ торгуются на этой же бирже. Их можно найти по тикеру NASDAQ OMX. Но если вы хотите подписаться на информационную ленту NASDAQ, это обойдется вам в круглую сумму, насколько я знаю. Причем существует несколько уровней. Первый, второй, который стоит дороже, и третий. И сейчас я покажу вам пример того, что вы увидите на экране компьютера для определенной акции, если подпишетесь на второй уровень системы NASDAQ. Это гипотетический журнал лимитных приказов для акций Microsoft. Конечно, сейчас это просто статичная картинка, но на экране цифры будут постоянно меняться прямо у вас на глазах. По сути, я просто зафиксировал одно из состояний рынка. Здесь шесть колонок. Первое количество акций, которые кто-то хочет купить, и следующие две колонки относятся именно к запросам на покупку. Бит или цена на покупку — это цена, по которой покупатели хотят купить указанное количество акций. Помните, NASDAQ — это дилерский рынок, так что заявки оставляют дилеры от своего имени или от имени клиента. MPID — это идентификатор биржи, где была подана заявка. Например, первую строчку можно прочитать так. «Купить 100 акций Microsoft по цене 25 долларов 23 цента». Заявка оставлена с биржи ARCX. Кстати, я ничего не рассказывал об этой площадке. Сегодня она является частью Нью-Йоркской биржи. Может, я вернусь к ней через минуту, а пока давайте продолжим. Вы можете заметить, что цены заявок даны в порядке убывания. Чем ближе к нижней части таблицы, тем они меньше. Система уже отсортировала все эти невыполненные приказы. То есть, кто-то позвонил своему брокеру и сказал, «Хочу купить 100 акций», а брокер опубликовал этот приказ через ARCX. И теперь он появился в ленте «Наздак». Кто-то другой приказал купить еще больше акций. Ему нужно 9430 акций. И этот ордер пришел напрямую через «Наздак». Но при этом за акции этот человек предлагает на цент меньше. Ниже указаны точно такие же приказы. Пока вам все понятно? На другой стороне таблицы это предложение о продаже акций. Тут все то же самое, только цены, по которым вам хотят продать акции, отсортированы в обратном порядке. От самых дешевых к самым дорогим. Например, кто-то хочет продать 2400 акций за 25 долларов и 24 цента за акцию. У него есть конкурент, который отдает свои активы по той же цене, но оставил свой приказ позднее. И, насколько я знаю, на сортировку здесь влияет уже не цена, а время отдачи приказа. Человек с биржи Цинценати по всей видимости оставил свой ордер на продажу 8200 акций позже. Вы уже, наверное, заметили, цена на покупку ниже, чем цена на продажу здесь. Как это понимать? Значит ли это, что сделка не состоится? Ведь кто-то хочет продать свои акции по 25-24, в то время как купить хотят только по 25-23. Действительно, акции не сменят владельца, пока одна из сторон не изменит свою цену. Факт того, что мы видим эти заявки, не удивителен. Как только цены сойдутся, приказ будет мгновенно исполнен. Представьте, как если бы нарисовали кривые спроса и предложения для каждой из указанных здесь цен. Они бы выглядели примерно так. Понятно, что они не пересекутся. Помните, обычно они пересекаются в некой точке, потому что это нужно для установления равновесной цены на рынке. Однако все кривые, которые мы можем нарисовать по данным из таких таблиц, пересекаться не будут, потому что в противном случае они моментально исчезнут с вашего экрана. Кто-то обязательно закроет свой приказ по подходящей цене и акции будут проданы. Так вот, эти цифры дают хорошее представление о том, какая равновесная цена нужна рынку. Разница между первым и вторым уровнем системы NASDAQ заключается в том, что на первом вы получаете только первую строчку. Отсюда и более низкая цена подписки. Например, вы бы увидели, что кто-то хочет купить 100 акций за 25 долларов 23 цента, а цена продажи сейчас 25 долларов 24 цента. Но полную картину торгов вы не получите. Второй уровень системы позволяет вам гораздо больше узнать о текущем положении дел на рынке. Если вы собираетесь торговать акциями, то эта информация будет вам необходима. Скажем, вы можете заметить, что цена вряд ли уйдет ниже 25 долларов 22 центов, потому что по этой цене есть крупный приказ на покупку, и он не даст рынку провалиться. Если бы вы видели этот экран в реальном времени, все цифры менялись бы перед вами с невероятной быстротой. Приказы, которые были актуальными даже 20 секунд назад, уже оказались бы исполненными, так что вам придется действовать быстро, чтобы реализовать свои акции по нужной цене. В полностью автоматизированной системе приказы исполняются автоматически, и такая форма торгов сейчас активно распространяется по всему миру. Приказы принимаются и закрываются компьютерами за доли секунды. Из-за этого многие ордеры даже не успевают появиться на экране, вы их просто не увидите. Сейчас получило развитие так называемая высокочастотная торговля. Которая осуществляется компьютерами. Когда вы торгуете через брокера в зале Нью-Йоркской фондовой биржи, все происходит в спокойном ритме. Чтобы заключить сделку, вы должны поднять трубку, позвонить брокеру, который сделает еще один звонок своему представителю в торговом зале. Тот дойдет до толпы трейдеров, чтобы поинтересоваться, как проходят торги, как в покере, где вы не хотите выдавать свои карты. И спустя какое-то время он закроет ваш приказ. Однако, когда в дело вступают компьютеры, сделки заключаются моментальным, поэтому появляется необходимость в автоматизированных стратегиях. И эта тенденция оказывает серьезное влияние на то, как проходят торги. Цены меняются быстрее, чем ваш глаз может воспринимать эту информацию. И вам становится труднее понять, что происходит. Это также называют алгоритмической торговлей. она появилась еще в 70-х, и уже к 80-м такие программы стали очень важной частью торгов на рынке. А сегодня они отвечают за огромную долю заключаемых сделок. Брокеры все чаще обращаются к таким миллисекундным стратегиям. На некоторых биржах возможно осуществлять операции, которые длятся всего одну тысячную долю секунды. Скажем, вы можете отправить приказ на продажу и отозвать его через миллисекунду. И из этого можно создать работоспособную торговую стратегию. Если вы хотите торговать только с компьютерами, думая, что живые трейдеры гораздо сильнее вас и шанс у вас есть только против машин, вы можете разработать алгоритм торговли, который позволит торговать с вами исключительно к компьютерам. Интересно отметить, что высокочастотная торговля ставит автоматизированные биржи в более выгодное положение. Люди начинают понимать эти алгоритмы все лучше и лучше, что толкает их к использованию самых современных бирж, которые могут удовлетворить все их запросы. Поэтому традиционные биржи с торговыми залами постепенно умирают по всему миру. Кстати, Нью-Йоркская фондовая биржа очень медленно адаптировалась к новым технологиям, несмотря на их популярность среди участников торгов. Насколько я знаю, настоящую историю электронной торговли следует вести с момента, когда комиссия по биржам и ценным бумагам разрешила ECN, электронные торговые системы, которые выступали в качестве альтернативы биржам. Последние жестко регулируются правительствами в большинстве стран мира. В 90-х комиссия по ценным бумагам одобрила использование внебиржевых автоматизированных систем. Тогда еще в качестве эксперимента. И одними из самых знаковых ECN были Архипелага и Айланд. Они представляли из себя веб-сайты, на которых мог торговать любой желающий. Это уже была другая культура. В сети с вас никто не просил платить за право просмотра списка актуальных приказов, как на Насдак. Информация была доступна всем и каждому. Вообще, с вас не брали денег за многие услуги, так что такие сайты стали популярными. Кстати, развитие этих площадок напоминает путь персональных компьютеров. Когда руководство Нью-Йоркской биржи впервые узнало о Архипелаге, они решили, что это еще одно развлечение бедных студентов, еще одна компьютерная игра. Серьезно к этому явлению они не отнеслись. Однако, впоследствии, биржу пришлось пересмотреть свое мнение, поскольку площадка Архипелага развивалась настолько стремительно, что в конечном счете они объединились с Нью-Йоркской биржей. Насколько я знаю, большая часть их сделок теперь идет через Арка-Экс. Не могу сказать наверняка, но, по-моему, это так. Нью-Йоркская фондовая биржа купила Архипелага в 2005 году. К тому моменту Арка-Экс уже вплотную приблизилась к ней по объему торгов. Современные технологии приводят к удивительным изменениям на фондовых рынках. Еще в прошлом веке Нью-Йоркская биржа была элитной площадкой, которая просуществовала более 150 лет без каких-либо потрясений. Однако, с переходом автоматических систем даже она вынуждена подстраиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова